Всем привет! Сегодня я делаю гель для стирки. Кто смотрит мой канал, знаете, что я стираю такими средствами, которые готовлю сама. Кого интересует эта тема, можете смотреть. Никого не призываю, оговариваюсь. Если вам нравится это, то тоже можете делать. Я сделаю гель из пищевой соды и мыла. Почему с пищевой соды? Я всегда делала сконфицированной. Мне очень нравилось. Но сделала с пищевой, мне понравилось, я протестировала. Именно с пищевой соды я увидела на канале Лилия Франц. Она там сделала с пищевой содой. Если вам интересно, можете посмотреть по ее рецепту. Ссылочку, конечно, я укажу. Посмотрите, сравните. Я такой гель делала из детского мыла ушастого няня. У меня уже закончилось, немножко осталось. Поэтому буду делать еще из этого кусочка. И взяла вот такое мыло. Дуру. Хозяйственное мыло. Тоже как бы тут написано 100% натуральные ингредиенты. Можно, в принципе, взять белое мыло. Хозяйственное, детское, какое-то деликатное, либо нейтральное, с глицерином. Ну, белое. Я беру по 90 граммов. Вот эта пачка была 125, отрезала 90, потому что я делаю несколько из разного мыла. Всегда, чтобы у меня было много геля. Значит, натираю. Буду брать 4 литра воды. Сейчас она у меня закипает. В кипящую воду забрасываю стружку мыльную. Здесь 90 граммов мыла. Перемешиваю, чтобы растворилось. Вот, посмотрите, у меня гель из детского мыла ушастого няни. Остатки. Как выглядит. Одна бутылочка я делала с лимонной кислотой, а одну с глицерином. Разницы я не ощущаю. Стирает хорошо. Вот этим гелем я пользуюсь уже более 2 месяцев. Его тестировала. Именно вот с пищевой содой. Мне очень нравится. Стираю при температуре. У меня повседневная стирка 60 градусов. Стирала на 40. И даже вот такие деликатные футболочки, какие-то блузки тонкие на 30. Тоже стирала этим гелем. Мне нравится. Отстирывает хорошо. Но мне писали, ну я гель делала из хозяйственного мыла и кальционированной соды, что детские вещи отстирывает неважно. Не до такой хорошей белизны. Не знаю, может быть какие-то такие пятна очень трудновыводимые или сильно загрязненные плохо отстирывает. Но у меня таких пятен нет. Но я всегда и постельное белье, наволочки, полотенца все стираю нравится. Так что смотрите сами, решайте сами, делать вам или не делать. Но я постоянно им пользуюсь. Как машинка. Машинка работает хорошо. Но я ее всегда говорю об этом все равно. Потом чищу. Один раз, там в 2-3 месяца вот так лимонной кислотой прочищаю. Для профилактики это нужно делать. Мыло растворяется очень быстро. Ну помешиваю, чтобы оно быстрее растворилось. Затем я беру соду пищевую. Я взяла вот сколько, такая у меня ложка, 5 столовых ложек вот с такой горкой. Если в граммах, 160 граммов. Мыло растворилось, выключаю. С пищевой содой нужно быть очень осторожным. Добавлять ее нужно частями. Потому что если вы сразу бухнете или воду не выключите, она у вас просто убежит. Вы ее даже не успеете поймать. Это такое дело. Видите, вот она как сразу поднимается. Не убегает. Почему? Потому что воду выключила. Повторяюсь, такой момент. Выключаете. Видите как? И постепенно. В общем, все высыпаю. Пена осела. Я уже не включаю воду. Просто соду растворяю вот в этой кипяченой воде. Больше не нагреваю. Теперь я добавлю 1 столовую ложку уксусной эссенции 70%. Можно добавить 1-2 ложки лимонного сока, либо лимонной кислоты. Тоже потихоньку. Потому что идет реакция и может все подняться. Видите, как сразу. Осторожно. Можете написать, что кислота нейтрализуется щелочью. Да, но слабый раствор кислоты добавляют при изготовлении мыла. Потому что она продлевает срок службы мыла. И также служит как кондиционер. То есть смягчает более жесткую воду. Ничего страшного, если вы добавите. Не хотите кислоту добавлять? Можно просто тогда 1-2 ложки глицерина. Я делала и с кислотой, и с глицерином. Все отлично. Теперь вот эту вот массу ставлю до охлаждения. Периодически я помешиваю. Оно когда остывает, начинает густеть. И чтобы оно было однородно, я помешиваю. Если у вас нет времени помешивать, при остывании оно может расслоиться. Сверху густая масса, снизу просто вода. Я потом взбиваю руками, блендером можно, венчиком, как хотите. Остынет, покажу вам все. Гель у меня простоял всю ночь, остывал. Я его теплым никогда не разливаю по емкостям. Потому что, когда оно остывает, постоянно густеет. Даже бывает твердый, если концентрацию увеличить, либо воды уменьшить. Вот смотрите, у меня здесь гель из трех видов мыла. Вот это дуру, самая белая. Здесь детское мыло, ушастая нянь. И немного на 2 литра сделала хозяйственное мыло, темное. Хозяйственное мыло покупаю всегда 70%. У нас вот такое, оно мне нравится, совершенно без запаха. Рассказываю, чтобы было видно. Потому что тоже много вопросов задается, кто этим делом занимается. Вот смотрите, вот это вот я не перемешивала. Любое мыло, и детское, и вот это дуру, оно всегда отслаивается. И с кальцинированной содой, если делаете, и с пищевой. Если с кальцинированной, оно может быть просто не хлопьями вот такими, а как бы сплошная масса, сверху плотная, снизу жидкость. Ничего страшного, не пугайтесь, не выливайте это. Все это размешиваю. Вместе с водой очень-очень хорошо. И получается однородная консистенция. Вот это вот хлопьями. Сюда я не добавляла ни лимон, ни глицерин, ничего. Просто вот мыло, сода и вода. Вот это тоже я уже перемешала просто лопаткой. Вот из дуру получается. Видите, она как бы вот такая консистенция, немножко хлопья. Тоже была жидкость расслоеная. Теперь вот это мыло детское я сбила блендером. Посмотрите, консистенция какая. Буквально 2-3 минутки. Вот. Просто вот, я не знаю, как сметана. Никаких ни хлопьев, ничего. Холодный гель. Разливаем по емкостям и все, храним, пока не используется. Видите, сколько? Я сразу готовлю много на стирку. Хозяйственным мылом стирала, мылом дуру, мылом детским стирала. Отсирает прекрасно. С дуру я еще не стирала. Сегодня буду тестировать. В мыло дуру я не буду добавлять эфирного масла для запаха, потому что у него такой приятный нежный запах. Не нужно ничего. Вот это детское мыло, оно совсем не пахнет. Я могу добавить, у меня здесь есть грейпфрукт. Вот, капель 20 можно добавить для запаха. Но я вам скажу, что при стирке, когда стираешь белье, уже готовое вытаскиваешь, нету такого выраженного запаха вот этого эфирного масла. Можно сказать, практически нет. Ну, а сам гель, он вкусно пахнет. Хорошо пахнет, когда даже его добавляешь. Может, чуть-чуть какая-то слабинка присутствует, но потом испаряется. Если вот покупное средство для смягчения белья, но там все равно выраженный такой запах ощущается, то здесь нет, не так. Все накапали, перемешали, все, масло, гель готов. Супер. Теперь я все вот это позбиваю. Давайте вот прям на глазах я, наверное, вот это мыло хозяйственное. Блендером. Ну, смотрите, прям все взбивается. Вот такая желеобразная получается. Она, когда постоит, даже в холодном виде, тоже может немного загустеть. Если вы хотите, прямо, знаете, чтобы ложкой черпалось, такой густой, тогда добавляйте меньше воды, и все. Будет у вас густой. Я раньше делала, кто смотрел видео, прям вот на 2 литрах воды, он прям гель такой густой, зачерпывается ложкой. Ну, жидкий чем лучше? Ну, он лучше растворяется в воде, нету никаких комочков. Вот такая красота получается однородная. Это тоже сейчас взбью блендером. Вот тоже, смотрите, чтобы видно было. Все комочки разбиваются. Вот так. Все. Переливаю в емкости, в бутылки, там в любую тару какая есть. И будем стирать. Буду тестировать мыло дуру. Ушастый нянь я знаю, стирает хорошо. Вот из этого гель разлила. Бутылки наливаю я не слишком полные. Когда выливаю в стаканчик для стирки, я их так взбалтываю. Постираю, ну, чтобы было, не знаю, наглядно-ненаглядно. Вот халатик свой грязненький такой у меня тут маску делала от куркумы. Немножко желтые пятна, такой несвежий. Чтобы разница была видна. Забрасываю. И вот эту вот шторку, которая висит у меня здесь в ванной комнате, она тоже давно не стирала ее. Желтизна от воды вот здесь. Для сравнения, чтобы было видно. Заброшу. Наливаю стакан. У меня вот этот стакан 250 мл. Мерный стаканчик. Если на полную загрузку, вот у меня машина 5 кг. Я наливаю практически 200 мл геля. Ну, это даже, знаете, насильно загрязненное белье. Вот сейчас я добавлю где-то половину стакана, ну, где-то 100 грамм. Достаточно будет. Может, даже 150. Все приблизительно. Вот так даже. И не по граммам, наполовину добавляю. Либо в барабан наливаю. Либо, ладно, сюда налью. Ну, чаще всего я наливаю в барабан. Видите, он даже это густеет. Вот так его нужно обязательно взбалтывать, чтобы все распределилось. Тим, уходи. Сюда залью. И ставлю на программу 40 градусов. Я уже выставила. Супер стирка. И стираю. Мне очень понравилось делать гель именно с пищевой содой. Белье становится более мягкое, чем скальцинированное. Удобнее. И в то же время посуду, когда моешь, руки все-таки от пищевой соды не разъедаются. И здорово. Машинка отстирала. Выключаю ее, вытаскиваю белье. Сразу, чтобы вы смотрели. Вот эта вот самая была, чтобы было видно. Мягкая, мягкая. Так, нижняя часть. Вот, смотрите. Нормально отстиралась. Ну, немножко желтизны. Даже практически все, нету. Вот эта вот нижняя часть была. Все, чистейшая. Хорошо. Халатик. Халатик, халатик, халатик. Тоже вот эти вот белые части. Все, чистенько. Чистенько, причистенько. Нормально. Беленько, мягенько. Еще скажу, вот этим гелем я прям беру такую небольшую ошметку, бросаю в ванну, мою в ванны. В ванну, кафельную плитку, швы. Натираю просто вот этим гелем. Натерла, оставила минут на 20-30. Потом горячей водой смываю. Если нужно, протираю досухо. Все чисто, блестит, красота и все. То есть, вот этот вот гель я использую универсально. Мне очень нравится. Вы спросите, куда я прячу эти бутылки? У меня здесь полочка. И все стоит хорошо, ничего не видно. Видите, как? Та-дымс. Еще добавлю. Потому что вопросы будут, я знаю. Бывает иногда, что, особенно если делаете из хозяйственного мыла, когда постоит, немножко образуется вода, то есть опять расслоение. Ничего страшного, не пугайтесь, разбалтывайте и все. Вот здесь расслоения нету. Я их не взбалтывала, он уже стоит практически полдня. Вот и все. Сейчас тоже буду стирать шторы, постельное белье. Если вас интересует вот эта вот тема с гелем, то можете делать гель из любого белого мыла, хозяйственного мыла, ну, которое более такое экологичное, чистое. Так что вот так. До новых встреч. Пока-пока. Пока! Пока! Пока!